Добрый день, уважаемые коллеги! Я врач-эндокринолог и нутрициолог. Работаю с пищевыми добавками 23 года. Сегодня мы с вами поговорим о здоровье и оздоровлении. Мы живем в тяжелое время, когда ценность человеческой жизни и ее продолжительность неуклонно снижаются. Мы дышим воздухом, отравленным смогом, пьем нечистую воду, едим синтетическую пищу, а если не синтетическую, то с нитратами и нитритами. Мы постоянно подвергаемся психическим стрессам и воздействию радиации от многочисленных АЭС, компьютеров, телевизоров. В результате уже к середине жизни мы приобретаем хронические заболевания. И вместо того, чтобы вступить в зрелость здоровыми и красивыми, рано стареем, покрываемся преждевременными морщинами, прибавляем в весе, а главное, приобретаем огромную кучу хронических заболеваний. И что же делать в такой ситуации? Ведь, в общем-то, мало кто задумывается над тем, что в наше время очень трудно сохранить здоровье. И практически невозможно излечиться от хронических заболеваний в течение жизни. Мы их все приобретаем, приобретаем, приобретаем. Компания Фаберлик предлагает серию продуктов направленного действия, созданных в результате передовых научных разработок. И благодаря сочетанию инновационных компонентов и эффективных растительных экстрактов продукты обладают направленным действием на весь организм и компенсируют недостаток питательных веществ для нашего здоровья. Сначала я бы хотела ответить на два постоянно возникающих у слушателей вопроса. Первый вопрос. Являются ли оптимальными рекомендации по применению пищевых добавок, которые указаны на упаковках? Дело в том, что дозы приема пищевых добавок, которые указаны на упаковках, являются профилактическими и рассчитаны на здоровых людей молодого и среднего возраста, которые проживают в экологически благоприятных условиях, имеют забалансированное питание и достаточную физическую активность. К сожалению, таких людей не так много. Особенно, в общем-то, они не задумываются часто, нужно ли им принимать пищевые добавки. Поэтому дозы пищевых добавок всегда должны быть индивидуальными. Рекомендую начинать прием с указанных на упаковке минимальных доз. И по ощущениям своего организма можно каждые пять дней увеличивать дозу незначительно. В принципе, оздоровительные дозировки могут превышать дозы, указанные на упаковке, в два раза в среднем. Теперь я хочу ответить на вопрос о противопоказаниях к применению пищевых добавок. Необходимо отметить, что дозы лекарственных растений в добавках многократно ниже доз, применяющихся в фитотерапии, лечении травмами. Поэтому единственным общим противопоказанием к назначению пищевых добавок является назначение детям добавок с афродитическими свойствами. Афродитические от слова афродита, то есть стимуляция половых функций. Понятно, что у детей еще репродуктивная система не развита, им ни в коей мере не нужны такие пищевые добавки. А лицам молодого возраста совсем ни к чему средства омолаживающие. Они уже нужны в зрелом возрасте. Индивидуальных противопоказаний гораздо больше. Например, нельзя рекомендовать пищевые добавки на основе морских водорослей людям, которые не переносят йод содержащие препараты. Или добавки на основе меда при аллергических реакциях организма на продукты пчеловодства. И, наконец, в период приема добавок для наиболее эффективного очищения организма от продуктов жизнедеятельности необходимо принимать в день полтора, а то и больше. В общем-то, до двух и больше разные врачи рекомендуют. Мне кажется, оптимально именно полтора литра жидкости. Жидкость – это вода, натуральные соки и некрепкий зеленый чай. Кофе и крепкие чаи с кофеином, танином не считаются жидкостью. Имейте это в виду. Ну, а теперь мы с вами обсудим кратко, потому что, в общем-то, информации очень много, но, надеюсь, понятно, пищевые добавки серии фитополис. Фитополис – это зеленая линия на основе настоящей народной медицины, то есть, в общем-то, фитотерапии, трава, лечения. Первый продукт линии фитополис – это травяной сбор иммунити. Иммуностимулятор и растительный антибиотик. Иммунитет – это охрана генетического постоянства внутренней среды организма. И иммунная система – это отшлифованный природой и тонко сбалансированный механизм, в котором, как и в любой другой системе, может быть поломка. Иммунодефицит – это всегда сбой в результате гипо- и авитаминозов, стрессов, переутомлений, инфекций и проявляется самыми разнообразными симптомами. При иммунодефиците защитные силы организма значительно ослаблены, а адаптационные возможности истощены. В результате в течение любого воспалительного заболевания воспалительный процесс может перейти в хронический и остаться, в общем-то, прогрессируя на всю оставшуюся жизнь. Пищевая добавка иммунити состоит из компонентов следующих. Это эхиноцея. Эхиноцея – это очень мощный растительный иммуностимулятор, который обладает противовоспалительным действием, регулирует выработку организмом противовоспалительных гормонов, стимулирует местный иммунитет и общий иммунитет организма, повышает защитную антивирусную защиту организма, антибактериальную, антигрибковую. В общем, эхиноцея – это известное веками средство, известное ещё в аюрведе и китайской медицине, и им очень широко его используют на сегодняшний день. Следующий компонент – чабрец. Разжижает мокроту и способствует её отхождению, стимулирует кашлевой рефлекс при проблемах в лёгких и бронхах, оказывает антибактериальные действия на микроорганизмы, включая антибиотикоустойчивые формы и обладает противогрибковыми свойствами. Ромашка уменьшает процесс выражения, снимает спазмы в желудочно-кишечном тракте, дезинфицирует, снимает воспаление, очищает кожу, снижает аллергические реакции. Шалфей успешно устраняет воспалительные процессы в различных органах и системах. Эффективен при бронхитах, пневмонии, гастритах, колитах, даже язве желудка, воспалении печени и желчного пузыря. Листья земляники, незаменимы в целях предупреждения различных простудных и вирусных заболеваний. Календула обладает противомикробом, кровоочищающим действием, а ещё она обладает успокаивающими свойствами, незаменимыми для больных людей, потому что часто они нервничают и переживают по поводу своих заболеваний. Следующий компонент – зверобой. Очень мощное противовоспалительное средство и, между прочим, ещё и в народной медицине противоглистное. Рекомендуется также при лечении гипертонии, при желудочных и легочных заболеваниях, при заболеваниях печени и почек. Следующее средство – это кипрей. В России он называется иван-чай. Имеет самый высокий среди растений коэффициент противовоспалительного действия, а его успокаивающие свойства известны многие-многие столетия. Ну и, наконец, берёзовые почки, которые тоже разрушительно действуют на возбудителей глистных инвазий и уничтожают многие разновидности паразитов. Применение пищевой добавки иммунити. 1-2 фильтра пакета положить в чашку, залить стаканом кипятка и настаивать 5-10 минут. Можно принимать в качестве чая. И вполне приятный вкус. И, в общем-то, я думаю, что вы получите результаты довольно быстро при каких-то воспалительных процессах в вашем организме. Но понятно, что, в общем-то, здесь не только чай нужно применять, но это очень хорошее средство для укрепления иммунитета и снимающего воспалительный процесс. Следующая добавка – концентрат безалкогольного напитка алоэ-баланс. Это универсальная пищевая добавка к пище. Универсальная – это, значит, воздействующая на многие органы и системы. Алоэ – растение из рода древовидных многолетних трав, которые очень часто у нас в России называют столетником и имеют во многих домах. Его лекарственные свойства известны с древних времен, а в народной медицине широко используют сок свежих листьев, который обладает очень широким спектром действия и противомикробным, и для лечения гнойных ран, и язв, и ожогов, и нарывов, и фурункулов. Витамины из состава алоэ имеют тоже большое количество витамины АЕС – это витамины антиокислительного, то есть антиоксидантного действия, и витамины группы В. Издавна алоэ использовали как прекрасное ранозаживляющее средство, улучшение состояния кожи, при заболевании желудочно-кишечного тракта, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. А в русской народной медицине сок свежих листьев применялся при головных болях, невралгиях и открытых ранах. Растение служит сырьем для изготовления препаратов противовоспалительного, антибактериального, желчегонного и ранозаживляющего действия в официальной медицине. Алоэ обладает детоксикационными свойствами и подщелачивает внутреннюю среду организма, которая у нас очень часто закислена. Алоэ предотвращает сдвиг в кислую сторону, который может быть вызван нарушением пищеварения, а это вызывает подагру и многие другие заболевания. Сок растения активизирует системы самоочищения организма, выводит токсины из желудочно-кишечного тракта, печени, легких почек, поджелудочной железы, желчного пузыря, стимулирует секреторную деятельность желудочно-кишечного тракта, усиливает активность пищеварительных ферментов, выводит из организма продукты радиации, улучшает кровообращение. Кроме того, алоэ действует тонизирующе, придавая жизненную силу и энергию наравне с женьшенем, лимонником и другими хорошо известными в народной медицине средствами. Улучшает обмен веществ, повышает защитные силы в борьбе с инфекциями, является прекрасным здоравливающим средством для печени, селезенки и женской репродуктивной системы. Алоэ также регулирует обмен углеводов и жиров, снижает активность жировых ферментов в желудочно-кишечном тракте, способствуя стимуляции обменных процессов. Применяется при заболеваниях органов пищеварения, при инфекционных заболеваниях, вплоть до венерических болезней и кишечных паразитов, при женских болезнях, дисменорея, эндокринное ожирение, патологический климакс, при глазных болезнях, близорукость, конъюнктивит и при синдроме хронической усталости, которым мы с вами часто страдаем в наше время. Способ применения. Одна чайная ложка, это 5 миллилитров, разводится в стакане кипятка, принимать 1-2 раза в день. Следующая пищевая добавка, это также как и иммунити, травяной сбор в чайных пакетиках, чистота и легкость в теле. Это конкретно клинзер, то есть очиститель организма. Дело в том, что подавляющее число наших болезней является следствием засоренности организма разнообразными токсическими ядовитыми веществами, которые могут поступать как извне с принимаемой пищей и жидкостью, а также образуются внутри организма в процессе обмена веществ. В результате происходит состояние хронической интоксикации, которому способствуют и паразиты, присутствующие в желудочно-кишечном тракте и вызывающие инфекционные заболевания. Это вирусы, внутриклеточные паразиты, бактерии, это одноклеточные паразиты, которые вырабатывают клеточные яды и ферменты, повреждающие ткани. Грибки – это организмы, которые образуют споры и поражают кожу, ногти и легкие. Простейшие – это микроорганизмы, тоже одноклеточные. Ну и, наконец, самыми большими паразитами являются гельминты, паразитические черви. Травяной сбор, частота и легкость в теле обладают очищающим свойством на все органы выделения. Очищает бронхи при кашле, бронхитах, болезнях легких, оказывает мягкое послабляющее желчегонное действие, то есть очищает желудочно-кишечный тракт, усиливает функции желудочно-кишечного тракта и печени, оказывает легкое мочегонное действие и очищает мочеводелительную систему. Компонент первый – алтей. Он наибольшую известность получил благодаря своим отхаркивающим свойствам. Его широко используют при малопродуктивном, то есть сухом кашле, бронхитах и болезнях легких. Ежевика – эффективно при гиповитаминозах, при проблемах мочеводелительной системы и кожных заболеваниях. Крушина – всем известна крушина, как мягкое слабительное средство, усиливает перистальтику кишечника, не раздражая его слизистую оболочку. Мята – широко применяется при воспалительных заболеваниях женской репродуктивной системы, органов дыхания, очень хорошо работает при воспалении полости рта, стимулирует аппетит, улучшает пищеварение, снимает нервное возбуждение, очень хорошо работает с зодом кожи. Пижма – экзотическое такое название – оказывает желчегонное действие и усиливает отделение желчи, то есть очищает желчный пузырь, печень, эффективно применяется при заболеваниях кишечника, желчевыводящих путей, а также при болезнях почек и мочевого пузыря, простите. Амела – очиститель желудочно-кишечного тракта и органов дыхания. Репешок – применяется для очищения желчного пузыря, для лечения болезней желудка. Его часто включают в желчегонные и желудочные сборы. Кукурузные рыльца усиливают диурез, то есть мочевого деления, подавляют аппетит, рекомендуется при снижении веса. И, наконец, хвощ полевой. Действует на организм человека как общеукрепляющее и очищающее средство, улучшает общий обмен, тонизирует деятельность легких сердца. О каждом из растений, которые я перечисляю, уважаемые коллеги, можно рассказывать долго. Просто я описываю их свойства, которые и позиционируются, и которые важны для данного сбора. Потому что хвощ полевой, один только, например, можно использовать просто отдельно как пищевую добавку. У него огромное количество свойств. Это универсальное действие растения. То же самое касается и алтей, например, мяты, репешка. Способ применения. Так же, как и иммунити. Один-два пакетика. Положить в чашку, залить стаканом кипятка и настаивать 5-10 минут. Тоже можно употреблять как чай. Но имейте в виду, друзья мои, что лица, склонные к слабому стулу, не склонные к запору, должны быть осторожны, так как, в общем-то, слабый мягкий стул может усилиться. Десерт желе Гепалайт. Это гепатопротектор. Гепато – это печень. Протектор – это помощник. Вообще, хронические заболевания печени занимают значительное место в структуре патологии общетерапевтической. И надо сказать, что частота их в последнее время растет. Смертность от заболеваний печени занимает пятое место в мире. Это, безусловно, связано с экологическим кризисом, потому что печень – это химический завод, ну или лаборатория нашего организма по детоксикации, по очищению. Экологические сдвиги, аллергизация, наркомания, алкоголизм, чрезмерное употребление всевозможных медикаментов привели к значительному росту лекарственных, токсических гепатитов, а также и вирусные гепатиты присуществуют, что часто приводит к циррозу и жировому гепатозу, то есть ожирению печени. Поэтому специально для печени, безусловно, пищевые добавки необходимы. Если желудочно-кишечного тракта, скажем, бывают общие средства, то для печени, конечно, печень надо выделять как очень такой важный орган в лаборатории нашего организма. Десерт желе гиполайт. Во-первых, это, безусловно, очиститель печени, а во-вторых, он является эффективным пребиотиком. Пробиотики – это бифиды и лактобактерии, проживающие в нашем желудочно-кишечном тракте, а пребиотики – это пища, которой они питаются. Это волокна, витаминные, макроэлементы. И этот десерт желе регенерирует действия на клетки печени и очищает организм от гепатотоксинов, от отравляющих печень веществ, от алкоголя, пестицидов, тяжелых металлов. Увеличивается секреция желчи. Рекомендуется при всех практически болезнях печени, от банального хлебцистита до цирроза. Инулин – первый компонент. Эффективный источник питания для полезной микрофлоры кишечника, о чем я уже упоминала в действии общем, где микроорганизмы превращают инулин в питательную среду для своего размножения. Мелисса – известная в фитотерапии растения. Оздоравливает органы пищеварения, облегчает боли при метеоризме, при вздутии кишечника, боли в желудке, при желчнокаменной болезни. И рекомендуется при запорах, ну и вздутии живота. Повторяю. Расторопша – это одно из самых известных растений, которое регулирует функции печени и оказывает выраженное регенерирующее действие на ее клетке. Отещает организм именно расторопшу от гепатотоксинов, от алкоголя, пестицидов и тяжелых металлов. Кукурузные рыльца увеличивают секрецию желчи, делают ее менее вязкой, разжижают и уменьшают количество билирубина, излишки которого вызывают желтуху. Календула эффективна при воспалениях желудочно-кишечного тракта, болезнях печени и желчевыводящих путей. Она обладает успокаивающими свойствами, улучшает обмен веществ, а еще противомикробными и кровоочищающими. Последним компонентом является имбирь, который благотворно воздействует на пищеварение, и спазмы снимает кишечника, и метеоризм устраняет, и угнетает рост очень многих бактерий и паразитов вплоть до сибирской язвы, которой, слава богу, в наше время никто не болеет. Но где-то 10 лет назад в Америке была эпидемия. Так что имбирь – это замечательное средство, которое недаром применяется в сушиториях, потому что, конечно, снимает воспалительные процессы и убирает паразитов, которые могут оказаться вдруг не до конца обработанной рыбе. Кроме того, имбирь тонизирует сердечную мышцу, улучшает состояние опорно-двигательного аппарата. Применяется следующим образом. Употребляется в качестве десерта. Одна-две порции в день. Содержимый пакетик. Утром и вечером, как правило. Минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды. Коралловый кальций. О коралловом кальции очень много все слышали, поскольку он обладает очень мощными кондиционирующими и ощелачивающими свойствами. И, в общем-то, во очень многих компаниях его предлагают, потому что это кальций со всеми своими замечательными свойствами. Но это не просто кальций, а коралловый кальций. Он является одним из основных химических элементов нашего организма. Его основная функция – формирование целостного скелета. А в скелете, в наших костях, находится 99% кальция. Он также участвует в большинстве процессов жизнедеятельности организма, нормализует обмен веществ, оказывает благотворное влияние на центральную нервную систему, и, в общем, участвует в передаче сигналов нервной системы. Играет важную роль сократительные функции сердечной и скелетной мускулатуры, нервной проводимости, регуляция активности ферментов и многих гормонов. Белый коралл, источником которого является коралловый кальций, применялся в качестве лечебного средства с XVIII века. Многолетние наблюдения доказали, что из двух с половиной тысяч видов кораллов именно белый является уникальным по содержанию важнейших для жизнедеятельности человеческого организма элементов – кальция. Кроме того, в нем присутствуют магний, калий, натрий и другие микроэлементы. В XX веке в Японии была разработана технология массовой добычи белого коралла и создан эксклюзивный продукт – коралловый кальций. Кроме кальция, я уже сказала, входит куча микроэлементов, таких как еще и медь, серебро, платина и многие другие природные компоненты, включая аскорбиновую кислоту, например. Коралловый кальций создает в организме оптимальную щелочную среду, нормализуя кислотно-щелочной баланс и насыщая кровь кислородом, что приводит к снижению риска возникновения заболеваний сердца, органов пищеварения, нервной системы. Применение кораллового кальция способствует восстановлению нормальной структуры костной и хрящевой ткани. Он повышает эластичность мышц и связок, оздоравливает органы пищеварения, нервную систему и сердечно-сосудистую. И нельзя забывать о действии кораллового кальция при заболеваниях опорно-двигательной системы, которые вызваны закислением организма подагра, артрит, артроз, хостеохондроз и размягчение костей, хостеопороз. Еще одним компонентом кораллового кальция является серебро. Это не только прекрасный металл для различных украшений, но и важный микроэлемент для организма. Серебро всегда использовали не только в обрядах для изгнания нечистой силы, но и для изгнания болезней. Это мощный, безопасный, натуральный антисептик, который подавляет более 700 видов болезнетворных микроорганизмов. Доказано, что вода, зараженная высокими концентрациями бактерий стафилококка, стриптококка, становится стерильной через 1-2 часа после введения в нее серебра и сохраняется в течение многих дней. Серебро активно участвует в жизнедеятельности нашего организма, прекращает размножение чужеродных бактерий, вирусов, грибков и паразитов, имеется в виду паразиты типа простейших, стимулирует защитные механизмы, не влияя на дружественную микрофлору организма, то есть на пробиотики. Эффективность действия серебра объясняется его способностью подавлять кислородный омен у простейших организмов. Поэтому чужеродные и простейшие гибнут в присутствии ионов серебра из-за нарушения снабжения кислородом, необходимых для их жизнедеятельности. Еще серебро очень хорошо работает при заболеваниях глаз, заживляют и дезинфицируют раны, снимают воспаление с листьев, оболочек и кожи. Недаром в официальной медицине издавна использовалось серебро в глазных каплях, проторгум, другие названия тоже есть, сиалор. Применяем следующим образом. Один пакетик саше помещаем в емкость с водой полтора литра и продукт готов к употреблению через 30-40 минут. То есть это те полтора литра очищенной воды, которые мы можем употреблять в течение дня. Следующий продукт линии Фитополис – это имбирный напиток, растворимый с медом и лимонником. Дело в том, что несмотря на небольшое количество компонентов, имбирный напиток обладает широким спектром действия. У многих людей в наше время присутствует постоянная усталость со снижением работоспособности, которая возникает на фоне обычного здоровья, казалось бы. Причем эта усталость возникает не только у пожилых, но и молодых людей. Причем у женщин чаще встречается. Надо сказать, что вот такой синдром хронической усталости регистрируется в большинстве в экологически неблагоприятных регионах, где выявлен высокий уровень загрязнения окружающей среды химически вредными веществами или же повышен уровень радиации. Имбирь активизирует работу мозга и значительно улучшает память. Рекомендуется для активации умственной деятельности взрослым людям, занятым умственным трудом. Я вам уже частично говорила про имбирь в описании другой пищевой добавки и нажимала на его противовоспалительное, очень мощное действие и антипаразитарное. Вот. То есть он угнетает рост грамма отрицательных бактерий, возбудителей сибирской язвы, дифтерийной палочки, подневмы эстафилококков, устраняет метеоризм, снимает спазмы кишечника, профилактирует, то есть препятствует развитию онкозаболеваний кишечника. Кроме того, имбирь тонизирует сердечную мышцу, проявляет обезболивающие противовоспалительные свойства, улучшает состояние опорно-двигательного аппарата при воспалениях, используется как эффективное средство, снимающее симптомы морской болезни. Видите, я вам побольше про него рассказала, нежели чем в какой-то спецдобавке. Вот. Он улучшает состояние вестибулярного аппарата и помогает устранить такие состояния, как холодный пот, тошнота, слабость, головокружение. Следующий компонент – лимонник. Он обладает выраженным тонизирующим, иммуностимулирующим, антигипоксическим действием, снимает чувство физической и умственной усталости, повышает работоспособность и, между прочим, потенцию у мужчин, либидо у женщин. Очень эффективен при астенических, астенических – это состояние усталости, и депрессивных состояниях, которые сопровождаются такими симптомами, как быстрая утомляемость, снижение работоспособности, раздражительность, вялость, сонливость и гипотония, между прочим. Растение стимулирует сердечно-сосудистую систему и дыхание, уменьшает частоту сердечных сокращений, регулирует давление, расширяет кровеносные сосуды, периферические в конечностях, при регулярном приеме лимонника заметно повышается острота зрения, снижается зрительная утомляемость при больших нагрузках, значительно улучшается ночное зрение. Отсутствие этих побочных явлений при назначении лимонника позволяет отнести его к ценным тонизирующим средствам. Кроме того, и лимонник, и имбирь действуют на гормональный обмен. Я говорила о потенции либидо, теперь можно вспомнить о том, что применяются они при патологическом климаксе для снятия болей в молочных железах, в области живота, малого таза, кроме того, что регулируют половую функцию. Ну и, наконец, мед. Это природный антибиотик, как все мы знаем. Он уничтожает болезнетворные бактерии и грибки и используется практически для всех воспалительных процессов. От заболеваний полости рта и горла до гинекологических и андрологических болезней. Гинекология – это наука о женском здоровье, андрология малоизвестна еще у нас, но это наука о мужском здоровье. Кроме того, мед полезен для желудка и кишечника, так как уничтожает бактерии, являющиеся причиной язвы желудка. Давайте еще раз. Мед полезен для желудка и кишечника, так как уничтожает бактерии, являющиеся причиной язвы желудка и нормализует микрофлору кишечника. Способствует укреплению иммунитета и быстрому восстановлению после физических и эмоциональных нагрузок. Повышает активность и работоспособность. Мед имеет в своем составе вещества, которые снижают уровень холестерина низкой плотности, плохого холестерина, и предупреждает атеросклероз. Расширяет сосуды и улучшает кровообращение. Применение. Содержимое пакетика тщательно размешать в 200 миллилитрах горячей воды в стакане. В общем, кипятка с температурой 80-90 градусов. И, наконец, еще одна пищевая добавка линии фитополис. Блистательная добавка масло кедровое живица. Действие основное супер-антиоксидант. Дело в том, что в клетках нашего организма постоянно происходят процессы разрушения и образования различных химических веществ. Молекулы расщепляются на осколки и получили название свободные радикалы. Они играют огромную роль в организме и влияют на свойства мембран клеток. Высокая энергетическая эффективность процессов использования кислорода из-за того, что он очень активно вступает в различные реакции выкислительно-восстановительные и является причиной образования свободных радикалов. То есть, с одной стороны, мы без кислорода не можем, с другой стороны, он инициирует образование свободных радикалов, которые являются основными инициаторами цепных свободно-радикальных процессов, которые являются, еще раз, которые являются очень важной причиной хронических заболеваний. свободные радикалы блокируются антиоксидантами, то есть, антиокислительными. Они останавливают и блокируют лавинообразное образование свободных радикалов в организме. Масло кедровое жирица – это мощный антиоксидант, который организм человека не синтезирует. масло невероятно богато полиненасыщенными жирными кислотами, аминокислотами, белками, витаминами, микроэлементами и клиническими исследованиями доказано, что оно восстанавливает поврежденные ткани организма на клеточном уровне и приостанавливает процесс старения. В народной медицине масло из кедровых орехов применяли при лечении гипертонии, атеросклероза, язве желудка, наружно лечили ожоги, кровоподтеки, ингаляции проводили, ванны, массаж. Надо сказать, что кедровое масло активно используется в косметологии. Это замечательное омолаживающее средство, которое используется в кремах, масках. В народной медицине традиционно используется при лечении простудных заболеваний, которые оказывают смягчающее воспалительное действие на слизистой оболочке верхних дыхательных путей, усиливает процесс регенерации и стимулирует иммунную систему. Кроме того, масло кедра обладает противосклеротическим действием, укрепляет сердечные сосуды, постепенно нормализует давление, снижает уровень холестерина в крови, восстанавливает обмен веществ в организме. Способность кедрового масла ускорять процесс регенерации слизистых оболочек используется при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки и гастритов с повышенной кислотностью. И еще раз повторяю, что уникальные компоненты кедрового масла защищают кожу от агрессии свободных радикалов и задерживают очень задерживают процесс остарения. Между прочим, если говорим о косметологии, кедровое масло полезно для профилактики и лечения хрупкости волос и ногтей и даже для облысения. Это первый компонент живицы. Второй компонент непосредственно живица кедровая. живица это смола коры кедра. А кедр это сосна, разновидность сосны в нашей стране произрастающей в Сибири, плоды которые орехи съедобны. И не просто съедобны, а в общем тоже обладают уникальными свойствами. Живица кедровая один из самых сильных антиоксидантов. Почему я назвала пищевую добавку суперантиоксидантом? Дело в том, что клиническими исследованиями доказано, что она восстанавливает поврежденные ткани на клеточном уровне и приостанавливает значительно процесс старения. В науке называется пикногенолом. Не живица, а как бы продукты из коры сосны и живицы кедровой называются пикногенолом и в 20 раз оказывают более сильное действие, чем витамин С и в 40 раз сильнее витамины Е. А это витамины-антиоксиданты, оказывающие в общем-то сильное действие на организм. Кедровая живица усиливает насыщение кислородом ткани организма всех, устраняет застойные явления, укрепляет нервную, иммунную и сердечно-сосудистую систему. Доказана ее эффективность при язвенной болезни желудка, устраняет воспалительные процессы носоглотки и дыхательных путей, эффективна при туберкулезе легких по клиническим испытаниям и пневмонии, используется для ингаляции, как я уже упоминала. заживляет трещины на коже в дерматологии, применяется как средство против перхоти, экземы, грибковых инфекций, исключительно эффективно при лечении язв и эрозий, гнойных ран, фурунгумов, ожогов и входит в рецептуру растирания и мази при радикулитах, артритах и артрозах. принимается от трех до пяти капсул в день. Мы с вами ознакомились с продукцией серии фитополис. Благодарю за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok